Доброе утро, дорогие телезрители, почитатели телекомпании Микс ТВ. И те, кто смотрит нас регулярно, сегодня будут вознаграждены, потому что у нас уникальный, потрясающий, замечательный совершенно гость, гордость всего русского комьюнити, Наташа Глебова, звезда, победительница конкурса Miss Universe Canada. Наташенька, мы прежде всего от всего сердца поздравляем тебя с победой. Мы очень горды, что из наших рядов выходят настоящие звезды. Наташенька, пожалуйста, несколько слов о конкурсе. Как шла подготовка? Как отбирали? По какому принципу? Как выступалось? Как принималось участие? Участие этого конкурса происходило в Монреале в этом году. И изо всей страны выбрали 50 девушек, которые все стремились к одному. Заданию. Это победить в этом конкурсе Miss Canada. И победительница этого конкурса едет на Miss Вселенную, которая в этом году будет в Таиланд в конце мая. А были предварительные какие-то конкурсы, отборочный тур? Как вообще происходило? По какому принципу отбирали вот этих 50 девушек? В каждых провинциях было по-разному. Именно в Антарио и в Торонто выбирали предварительный конкурс, который происходил по Торонто и GTA Area. И был конкурс, где 24 девушки было из Торонто, и оттуда выбрали 10 девушек представлять в канадском конкурсе. То есть получается ты уже и Miss Toronto автоматически, да? Не Miss Toronto, а одна из представительниц Торонто. Как происходила подготовка? С вами занимались? Вам показывали, как ходить по сцене, как говорить? Что происходило в процессе самой подготовки? Конечно, с нами занимались немного. Показывали нам, как правильно ходить на сцене, как правильно давать интервью, как правильно говорить. Ну, конечно, много, большинство подготовки, это для каждого человека само, по-разному для каждой девушки. Для меня это состояло, конечно, заниматься спортом, ходить в тренажерный зал очень часто и для себя просто приготовить платье вечернее и такого. Наташенька, я более чем уверен, что нашим телезрителям не терпится просто узнать, кто ты, откуда, какие планы на будущее. Ну, начну сначала, откуда я. Я родилась в городе Туапсе, это рядом с Сочи на Черном море. Очень замечательное место, где тепло всегда, и море, солнце. Приехала в Канаду 10 лет назад, когда мне было 13 лет, и сейчас живу в Торонто уже более 10 лет, в даунтауне. И ходила в университет Райерсон, где закончила несколько месяцев назад, по специальности Information Technology Management. И как раз в это время, после окончания школы, я поступила в конкурс и выиграла его. И у меня прекрасное сейчас время, чтобы наслаждаться всем этим, немножко путешествовать и готовиться к Миссисленной. Наташенька, вот ты сразу, так сказать, двинула наверха, на самые вершины канадских конкурсов. А ты знаешь, что мы, Микс ТВ, проводит матрешку? Это русский день фестиваля, а в рамках этого дня фестиваля проводится такой конкурс, который называется Miss Russian Bikini. Ты слышала о нем? Да, я о нем слышала. Как я понимаю, это уже случалось два года подряд. И этим летом прошел второй годовой конкурс. Почему не приняла участие сначала у нас, в родной комьюнити? Вы знаете, я, наверное, не приняла участие, потому что я немного об этом знала. И я думала, что я немного по возрасту старше, чем другие участницы этого конкурса. Но я не уверена в этом. Может, вы мне скажете, это неправда? Сколько там участниц участвуют и сколько им лет? До 25 лет. До 25, ну, как раз я попадаю в эту рамку. То есть у тебя еще есть возможность в этом году принять участие в Miss Russian Bikini? Есть возможность, потому что мне еще нету 25 лет. Но так как я сейчас имею этот титул Miss Universe Canada, у меня не получится в этом году участвовать. Но никто не говорит, что я не могу на следующий год еще. Что бы ты могла посоветовать тем девочкам, которые вот сейчас, вот в эти дни, подают свои заявки на участие в матрешке? Самое главное, что я могла посоветовать девочкам, которые соревнуются в этом конкурсе, это верить в себя. Потому что если не верить в себя, ничего из этого хорошего не выйдет. Если вы верите в себя, всего можно добиться. Ну хорошо, помимо веры в себя, какая-то подготовка, упражнения, диеты, что-то, вот что бы ты могла посоветовать? Конечно, я бы не могла сказать, какой диете придерживаться или какие упражнения делать. Но для каждой девочки, что она считает себе нужным помочь, это, конечно, для каждой надо выработать свою диету и выработать свой режим заниматься спортом. Я бы сказала, что спортом заниматься это очень важно. И следить за диетой, я бы сказала, это не совсем, не самое важное, но тоже надо приглядывать за этим. Наташенька, большое спасибо за интервью. Микс ТВ и наши телезрители желают тебе победы и стать уже мисс Вселенной, чтобы наши были везде. С вами была Наташа Глебова, Мисс Универс Кеннадо. Спасибо за внимание.